Более 1 миллиона 300 тысяч детей и подростков по всей стране объединились в движении Юнармия. Каждому участнику движения открывается доступ ко многим увлекательным событиям. У них больше возможностей изучать технику и заниматься спортом. Быть юнармейцем интересно и ответственно. И это хорошо понимают в Славянском районе. Юнармейцы всегда впереди. Они служат примером для всех. Многие славянцы не раз видели этих бравых парней и серьезных девушек в специальной форме, несущих почетную вахту памяти у Вечного Огня в Славянском парке 40 лет Победы. Каждый из этих ребят с гордостью, заступая на почетную караульную службу, несет в своем сердце любовь к Родине и желание всегда быть с ней. Глава Славянского района Роман Сенеговский встретился с лидерами отряда «Юный патриот» 4-го лицея. Ребята являются воспитанниками Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В отряде школьники проявляют активную гражданскую позицию, с гордостью называют себя патриотами нашей страны, участвуют в значимых городских и районных мероприятиях, а также в акциях, направленных на поддержку военнослужащих СВО. Ребятки наши всегда впереди, они во всем участвуют, везде принимают участие. И у нас есть система наставничества. Старшие детки приходят к младшим, рассказывают о своей деятельности, готовят их к вступлению. Впоследствии проводят с ними какие-то мероприятия, уроки проводят. То есть взаимодействие идет с самого первого класса. Детки уже знают, кто такие юнормейцы, что нужно, какими качествами нужно обладать, чтобы вступить в это движение. Роман Иванович поблагодарил каждого из присутствующих ребят и их наставников за неравнодушие и активное участие в различных тематических мероприятиях и пожелал им всего самого доброго. Я считаю, что это очень важно, особенно в юном возрасте, в таком, сформировать себя как труженика. Пожел, поверьте, только человек труда, только человек труда в жизни может чего-то достичь. Поэтому нужно трудиться уже начинать вот буквально вот, я понимаю, что вы уже трудитесь, но вы должны осмысленно это понимать, что сегодня и школа, и сегодня и какие-то, может быть, ваши спортивные мероприятия, вот юнормейское движение, патриотика в целом, творчеством кто-то любит заниматься. Все пригодится, потому что у многих, даже как бывает, складывается в жизни. Учится по одной специальности, хобби у него, допустим, он любит спорт, либо что-то еще, и получается так, что профессию приобретает именно в том направлении, в котором он занимается именно каким-то своим хобби, либо спортом, либо творчеством, либо чем-то еще. Поэтому я бы хотел, приятно, что вы участвуете везде, везде побеждаете, но я бы хотел, особенно вот те, кто в 11 классе, очень серьезно сосредоточились на своей учебе, поверьте, вот на сегодняшний день важнее ничего нет. Надо нормально отучиться, надо хорошо сдать единые государственные экзамены. Вступить в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» может каждый школьник. В лицейском отряде «Юный патриот» в настоящее время 36 учащихся. Ряды славянских юноармейцев все время растут, и это очень хорошо. Задача стоит по юноармейскому движению развивать и все большее количество членов к нам включать. Поэтому вот сегодня хотелось бы, пообщавшись с ребятами, понять, насколько мы совместно готовы к включению в юноармейское движение. Ну, понятно, что здесь лидеры определенного направления. За лидерами у нас должны идти все остальные. Соответственно, лидер должен быть показательным лицом. Ну, наверное, можно спросить какие-то мнения по данному направлению работы. Для юноармейцев состоявшаяся встреча была очень значимой. Впереди у них много интересных событий, отличная учеба и активная общественная работа. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».